Добрый день, уважаемые коллеги. Вернемся уже к пациентам, у которых нет драйверных мутаций, поскольку их у нас большинство. Я попрошу переключить слайд. Итак, вы хорошо знаете, что одним из первых таргетных препаратов, который позволил увеличить выживаемость при аденокарциномах с 10 месяцев до 14, был антиангиогенный препарат Биотазумаб. И в настоящее время мы уже имеем несколько антиангиогенных препаратов, и среди них таблетированный препарат Гентидониб. И в настоящее время все больше и больше внимания уделяется именно ангиогенезу, поскольку последние исследования, особенно когда появилась у нас иммунотерапия, показали, что сочетание в частности иммунотерапии и антиангиогенной терапии достаточно эффективное. И мы это видим уже при применении четверной схеме при раке легкого, когда применяем платиновый дуплет, тезолизумаб и биотезумаб. Мы видим многочисленные схемы сочетания антиангиогенной терапии и иммунотерапии при лечении других заболеваний. В частности, при раке почки у нас уже есть несколько схем сочетания иммунотерапии и антиангиогенной терапии. И связано это, конечно, с тем, что антиангиогенная терапия позволяет уменьшить количество патологических сосудов, она позволяет нормализовать сосудистую сесть. И благодаря этому, в общем-то, устраняется гипоксия, которая приводит к местному супрессивному действию опухоли. Следующий мысленный бред. И именно за счет добавления антиангиогенной терапии происходит так называемое ангиогеногенное переключение. То есть те, так сказать, кумороинфитрирующие лимфоциты и иммунотерапии, которые, так сказать, у нас в случае патологического состояния находятся на периферии опухоли, при нормализации сосудистой сети, они инфильтрируют опухоль. И за счет этого мы получаем уже ответ. Следующий, пожалуйста. И таким образом, так сказать, мы можем воздействовать уже на опухоль более активно и увеличивать противопухоли ответ именно за счет генетрации опухоли пилерами. Если мы применяем нитидонит, то помимо того, что, так сказать, как мы используем биоцезумак, мы используем только один механизм, это ингибиция VGF, то здесь у нас тройной механизм ингибиции. Мы ингибируем сразу три рецептора. Это FGFR, VGFR и PDGFR. То есть у нас идет комплексная гибиция, так сказать, рецепторов, которые отвечают за нормализацию сосудистой структуры опухоли. И таким образом, применение нитидонима, следующее, пожалуйста, нам дает значительно вырованный эффект. И благодаря этому мы удлиняем выживаемость без прогрессирования и общую выживаемость у пациента. Это впервые было доказано в исследовании LUM-PLANK-1. Это исследование уже достаточно давно проходило третья фаза в мире. Она в том числе проходила и у нас в России. В частности, в нашей клинике мы лечили 8 пациентов с применением нитидонима в качестве второй линии лечения немелкоперечного рака легкого. И следует отметить, что у всех пациентов, которые были в основной группе, был положительный эффект. Одна пациентка у нас прожила на этой терапии 5 лет. Мы провели 12 циклов совместного применения нитидонима и децитоксела. И затем была поддерживающая терапия нитидонима на протяжении еще почти 4 с лишним лет. Поэтому действительно это лечение достаточно интересное. И в целом были получены результаты, которые, видите, представлены здесь на слайде. В общей группе у нас получилось улучшение с 2,8 месяцев до 4,2 месяцев. Выживаемость без прогрессирования. Следующий слайд. А если взять группу больных, которые наиболее агрессивные, у которых прогрессирование произошло ранее, чем 9 месяцев от начала первой линии терапии, то есть это более тяжелые пациенты, то у них разница в выживаемости без прогрессирования оказалась еще более выраженной. Видите, полтора месяца у этих тяжелых пациентов против 4,2 месяцев у пациентов, до которых имелось комбинацию нитидонима и дотсотоксинома. Следующий. Еще раз. И общая выживаемость тоже у нас оказалась достаточно лучше, особенно у больных с аденокарциномой. Ну и, как я уже сказал, наиболее интересная группа, которая оказалась наиболее эффективной, это группа тяжелых пациентов с бурной прогрессией, у которых от начала первой линии прошло менее 9 месяцев. Не было разницы от предшествующей терапии, получали ли пациенты токсаны в первой линии, получали ли терапию беватозумабом. Это не влияло на ответ, и, соответственно, у этих пациентов был результат лучших в случае комбинации нитидонима и дотсотоксинома в следующем раз. Ну и, видите, на этом схеме представлена общая выживаемость. У пациентов, которые прогрессируют в течение 9 месяцев от начала заболевания, три месяца мы имеем преимущество, ведь двухлетняя выживаемость в два раза оказалась лучше у пациентов, которые получали антиэнгогенную терапию в сочетании с дотсотокселом 27 десяток против 10,4 десяток. Соответственно, у пациентов, которые получали терапию нитидонима и дотсотокселом в качестве наилучшего ответа на первую линию, у них также, видите, выживаемость была одногодичная, двугодичная, значительно лучше. 43% была против 24-х, одногодичная выживаемость, и двухлетняя выживаемость оказалась уже в 4 раза лучше у других, которые получала антиэнгогенную терапию с дотсотокселом. И, соответственно, если брать все пациенты, которые получали, это были и плоскокселечные, это было аденоперационному 658 пациентов, у них оказалось улучшение на 2,3 месяца, а те пациенты, которые прогрессировали в течение 9 месяцев, у них оказалось улучшение на 3 месяца, и те пациенты, у которых в первой линии было отсутствие от терапии, улучшение оказалось 3,5 месяца. Соответственно, как видите из этого слайда, достаточно высокий был контроль над заболеванием, 60% в основной группе против 44 группе плацебо, это достоверные данные, и, соответственно, это было отмечено и при плоскокселечном раке, ну и объективный ответ значительно был лучше при аденоперационноме, 4-2% против 1,5 группы дотсотоксела. Что касается безопасности, то нежелательные явления присутствовали в обоих группах, и, естественно, применение дотсотоксела тоже сопровождалось в значительными нежелательными временами, но в целом были нежелательные явления, которые приводили к прекращению лечения, то есть госпитализации примерно одинаково в обоих группах, видите, на этих слайдах, то есть цифры у нас значительно не различаются, группами дотсотоксела. Ну, как у всех больных, которые получают антиоргенную терапию, несколько больше было выражено в случае наличия гипертензии, а остальные тяжелые нежелательные явления были одинаковые в обоих группах. Следующий слайд. Поэтому выдержка из статьи двух авторов, которые отмечают, что те больные, которые в качестве второй линии получают неволомап, имеют неприятные прогностические признаки в качестве агрессивного течения заболевания и в сочетании с низким уровнем ПДЛ, они имеют более высокий риск смерти в течение первых трех месяцев терапии. Соответственно, у этих пациентов, которые быстро прогрессируют на фоне первой линии, более оправданное применение сочетанной терапией цитостатиком и антиодменной терапией, в частности, дотсотокселом и нициданимом. Следующий слайд. Несколько слов о наблюдательном исследовании Варгада. Следующий слайд. Это исследование, которое проводилось в Германии. Видите, 528 пациентов. Это проспективное неинтернационное исследование комбинации нициданима-дотсотоксела после химиотерапии и после химио-иммунотерапии, которое проводилось в качестве второй или третьей линии. Это исследование идет с 2015 года. И в этом исследовании было у нас уже несколько подруг. Будьте добры, следующее. В первой когорте, которая была в 2015 году, еще не проводилась иммунотерапия. В второй когорте, которая проводилась уже с мая 2016 года, там была последовательность. Сначала платиновый доплит химиотерапии, затем иммуно-онкологической терапии. И в третьей когорте уже проводилась в качестве первой линии комбинированной иммуно-химиотерапии. И, соответственно, эта когорта, они как раз речи пойдет. Это 100 пациентов, большая часть мужчины, среднего возраста 63 года. ЭКО в целом большинство было 0,1. И большинство из них получали пембровизуман. Что касается нетяжести заболеваний, то из них около 40% прогрессируют в течение 6 месяцев после начала первой линии терапии. И, соответственно, 66% прогрессируют в течение 9 месяцев после начала первой линии терапии. То есть это говорит о том, что это пациенты были с агрессивным течением обухоли. Следующий раз. Здесь представлены как раз и характеристики пациентов. Стандартная химиотерапия. ДОЦИТАКСИЛ 75 мг на метр плюс НИНТИДОНИК. Соответственно, видите, то, что я уже сказал, что большинство было мужчин с хорошим статусом. Большинство из них были курильщики. И включались пациенты с метастазами головной мозги. Тоже было 17%. Следующий. Предшествие решения в основном было пембролизумабом. Видите, это, так сказать, 89 пациентов или 89%, поскольку было пациентов у нас 100. Значит, количество пациентов равно количество процентов. Поэтому лишь 3 получало у нас, так сказать, отезовизумаб, 1 НИНТИДОНИК с метерапией. И, соответственно, большинство, как я уже сказал, пациентов были с агрессивным течением заболевания. И 66% прогрессировали раньше, чем 9 месяцев от начала первой и следующей порции. И на сегодняшний день мы имеем вот такую кривую. Это достаточно плавно она опускается. Видите, частота объективных ответов составила 37%. Частота контроля заболевания составила почти 68%. И медицинская выживаемость и беспрогрессирование составила 4,4 месяца. Что, в общем-то, для второй линии терапии достаточно эффективны. Жилищные цифры, которые, в общем-то, лучше, чем стандартные химиотерапии. Следующее. Как вы видите, полных ответов было очень мало. Около одного пациента. В то же время частичные ответы достаточно были широко распространены. 35%. То есть были оценены 59% пациентов. Соответственно, 67% была частота контроля заболеваний. И прогрессирование было только у каждого третьего пациента в следующий раз. Здесь представлено зеленым цветом. Это пациенты, которые получали первую линию в качестве химии и иммунотерапии. И синим цветом покажены пациенты, которые получали комбинацию нейциданин плюс дотстоксил. Как видите, из картинки, во многих случаях у нас синий цвет, особенно в начале этой диаграммы, соответствует зеленому цвету. То есть, в принципе, одинаковое время находились пациенты как на химио-иммунотерапии, так и на терапии. И у многих пациентов лечение еще продолжается, поэтому эта комбинация действительно, так сказать, достаточно вызывает увеличенное выживание без прогрессирования. Нежелательное явление отмечено у половины пациентов. Серьезное нежелательное явление у 37%. И у третьих пациентов было зарегистрировано по меньше-менее одно снижение дозы. И инциданин, он дозируется хорошо, мы можем снижать дозу до 150 мг, у нас есть варианты. Поэтому в данном случае мы можем, так сказать, регулировать побочные явления, снижение дозы. Поэтому серьезных нежелательных явлений, которые привели к прекращению лечения, не так много было всего у 16% пациентов. И опять-таки, так сказать, основные нежелательные явления, которые наблюдались в более чем у 5%, они были стандартные. Это диарея, это тошнота, усталость, рвота, снижение числа лейкоцитов, снижение аппетита и аллопеции. И, как видите, в равной степени эти осложнения были связаны как с нинциданином, так и с докстатоксилом. Как правило, они были незначительны, но у большинства пациентов тяжелых нежелательных явлений отмечено не было. Следующий, пожалуйста. Таким образом, ангио-иммуногенное переключение может являться основным механизмом, который лежит в основе эффективности применения нинциданинга дотоксилы и нинциданинга, в частности, как антиангиогенного эффекта. Поэтому благоприятный эффект применения нинциданинга для лечения нинциданинга дотоксилы и нинциданинга, обеспечивает дополнительную опцию при выборе с химиотерапией и определяет их последовательность. И данные когорты С, еще раз напомню, что это когорты, которым применялась иммунохимиотерапия в первой линии. И, соответственно, уже мы практически использовали возможности и первой линии, и второй линии, когда стандартно используем последовательный платиновый дуплет изотиманинга терапии. Здесь мы практически в случае сочетанного применения нинциданинга терапии используем уже все имеющиеся у нас в руках опции. Но вот эта новая комбинация, которая появляется у нас, нинциданинга дотоксил, она обладает клинической значительной эффективностью, приемлемым профилем безопасности и может быть назначена после уже проведения первой линии на основе циктостатиков и гибитров контрольных точек. И также, как в случае последовательного применения платинового библета и иммунотерапии. Спасибо за внимание. Продолжение следует...